Здравствуйте! Снова с вами я, Лена из студии Хэндворк Декор. Это вторая часть мастер-класса о том, как реставрировать сломанные детали мебели или какие-то другие деревянные детали. Итак, продолжаем. У меня еще также валялась на полу во время ремонта после затопления моя лестница, которую я делала. И вот эти плашки боковые, которые фиксируют полочку и угол раздвижения ножек. И я их тоже как-то наступила на них, и они у меня обе треснули. И я их буду склеивать. Другого для такой маленькой вещи на разрыв, кроме клея, я ничего придумать не могу. Если бы у меня был, скажем, конвектор угловой, под углом, чтобы можно было просверлить. И если бы она была толще эта деталь, то можно было бы обойтись им. Но у меня его нет. Думаю, что у вас его тоже нет. Поэтому я показываю, когда ничего нет, а делать надо. Ну а на смещение относительно вот так вот друг дружки будут закреплены шкантами. Так как я уже у меня все готовы для тисков из дерева, так их не собрала, я придумала замену тискам для того, чтобы просверлить вот такие вот узкие плашки. То есть я просто взяла бруски, их прикрепила столу, сначала один поставила, придвинула и зажала. То есть для сверления мне нужно ставить на попа. Сейчас просверлим. Ставлю диаметр сверла под свой шкант. Шкант выбирайте так толщины, чтобы он у вас не был близко очень, иначе у вас все треснет. То есть подбирать. Толщина шканта должна зависеть от толщины детали. На сверло устанавливаю ограничитель на 1-2 длины вот этого шканта. Так, и сначала сверлю. Сверлю второе отверстие, пока не снимаю, не вынимаю пока. Беру заковки, вставляю. Всё, ему достаточно. У меня отметки есть. Лазинковки. И теперь я вставляю принимающую сторону. И мне здесь надо просверлить. Вот это надо обязательно оттуда выбить. Так, сейчас. Пока я конструкцию не разбираю. Сейчас сначала посадим наклей на одну сторону. Беру столярные секунды. Распределяю. Излишки клея надо убрать, потому что он засохнет, не будет давать стыковаться деталям. То же самое я проделываю со второй. Вот так вот просто склеить, но без шкантов мне нельзя. А потом конструкцию будем изменять. С тисками проблем не было, да? Ну и так ничего. Ой, а я не вытряхнула. Так, эти у нас приклеились. Теперь мы разбираем эту конструкцию наполовину и будем делать по-другому. Ставить уже. Смотрите. Мне нужно, чтобы вошло четко во время приклеивания. Тут нужно действовать быстро. Поэтому я приготовила вот такой обрезок своей дощечки и быстро зажимную струбцину. беру клей. Ой, ладно. Тряпочка мокренькая должна быть близко. Смазываю клеем и составляю. Положу влажную тряпочку, чтобы не приклеивалась к верстаку. Теперь я делаю вот так. Зажимаю. Если бы у меня были тиски, если бы я не была такая ленивая, у меня бы таких проблем не было. Но вам когда что-то, вы же не будете из-за этого тиски покупать, правильно? Вот вам идея, как обойтись без них. Зажалось у меня до конца. Больше уже не сдавливается. Теперь вот эту подкладываю. Сейчас смотрите, что я делаю. Сверху прижимаю, чтобы вот эта плоскость была ровная. Я давлю и сверху по плоскости, и сбоку. У меня все в сдавленном состоянии. Все. Итак, жду высыхания. Разбираем. Так, вот наши обе. Можно закрашивать, можно не закрашивать. То есть вот здесь, где не треснуто, не склеено, тоже вот такие полоски. Так что я, наверное, не буду ничего делать. Вот так оставлю. У меня пока тонирована античной морилкой икеевской. Я не буду сейчас ничего делать. То есть можно просто вот кисточкой пройти, если хотите. Вот у меня полочка на лесенке. Я сейчас на место их верну. По имеющимся уже отверстиям я уголки прикручу сначала к этим отремонтированным деталям. Потому что вот так крутить неудобно. Вот так восстановила. Мне осталось собрать, приделать ножки. Сейчас покажу. Смотрим, как будет с ногами. Сломается, не сломается. А то, скажете, не проверила. И так я собрала свою лестницу. Все, приделала ножки. И все у меня стоит, ничего не сломалось. И вот так у меня они вот снаружи стоят. А изнутри они у меня вот на барашковых соединениях. С тем, чтобы разбирать, собирать и менять угол. То есть я барашковые соединения расслабляю, ставлю как надо и потом закрепляю. Я использую для квилтов эту лестницу. Я использую ее вот так, потому что у меня все стены заняты. А вообще ее можно использовать немножко по-другому. Она расправляется и ставится как обычная лестница высокая на стену. И вот это вот получается как планка. Я сейчас попробую поставить, мне просто прислонить все стены заняты. Прислонить некуда. Попробуем. Вот я не стала так закреплять, просто вот поставила. То есть изнутри вот надо ровно поставить, завернуть. Вот. А снаружи будет по-другому выглядеть. Сейчас покажу. Ну, то есть надо затягивать, настраивать, затягивать и ставить к стенке, прислонять. Я так в таком виде ее на выставке использовала. Кто хочет узнать, как я эту лестницу делала, из чего без таких инструментов, у меня есть мастер-класс. Ссылочка будет в подсказке или под видео. Ну, в общем, вот так отремонтировала я сломанные детали. В общем, для тех, кто сломает что-то такое в мебели, то есть детали вот так вот можно скрепить. Если что-то, не дай бог, у вас сломается, надеюсь, что не пригодится. Но так будете знать, что ничего страшного нет и выкидывать ничего не надо. Если этот мастер-класс был для вас полезным, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. У меня интересно. Всего вам доброго. Ваша Лена. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok